Здравствуйте. Вот хочется удивиться тому, как глубоко проник человек своим разумом вглубь земли. Дело в том, что добраться туда без разума, просто с помощью шахт или буровых скважин, ну что там, десяток километров, не больше. Ничего глубже не получается особенно. Слишком большое давление внутри пластов, как они говорят, внутрипластовое давление. А тем не менее, мы во всех книжках давно уже рисуем структуру земли, земная кора, мантия, земное ядро. Откуда мы все это знаем? А оказывается, вот дело в чем. Время от времени на земле случаются разрушительные землетрясения, сейсмические удары, толчки. Это нехорошая вещь, разрушение, гибнут люди, это нехорошо. Но тем не менее, сейсмологи при всем при этом получают замечательную совершенно информацию, неоценимую, о том, как распространяются вот эти вот волны, вот землетрясения, сейсмические волны. Ну, по сути дела, это колебание тверди земной. Это колебание материала, из которого состоит земля. Не только земная кора. Земную кору мы примерно представляем, а то, что лежит ниже. Помните, мантия, земное ядро, волны распространяются там. И вот оказалось, что сейчас эта техника очень сильно развита, сейсмические исследования. Оказалось следующее. Удивительная совершенно конструкция оказалась у земли. В центре земли находится земное ядро. Земное ядро состоит из металла. По всей видимости, из железа и никеля. Ну, это все по скорости распространения волн, отражения. От каждого слоя идет отражение волн, да, понимаете? Можно построить такую вот картину, решив обратную задачу. Решили сейсмологи эту задачу. Так вот, в центре этого ядра, которое вроде бы жидкое. Кстати говоря, почему это можно определить, что оно жидкое, это вот почему. Дело в том, что в твердой породе могут распространяться как продольные волны, так и поперечные. Ну, понимаете, что твердые породы, вот если вы чуть-чуть вот деформируете в сторону, она будет возвращаться обратно, да? А вот жидкость, ну, никак. Вперед-назад, да, отдаст вам, да, отдачу. И так же и газ. То есть вот продольные волны в жидкости бывают, поперечных не бывает. То есть они будут, так сказать, погашены, поперечные волны, на входе в эту поверхность. Так вот, оказалось еще хуже. Оказалось, что внутри этого жидкого ядра находится в самом центре Земли твердое ядро. Точность измерения стала очень высокая. Измерение скорости распространения этих волн. И оказалось следующее. Что если идет волна сейсмическая, скажем, от полюса до полюса, вот в этом направлении. Ну, это тогда проходит за какое-то время. А если вы пустите волну с одной точки экватора, значит, на противоположную точку экватора, то она пройдет за несколько большее время. Понимаете, она медленнее в среднем движется. Почему? Что случилось? Что делает? Почему? Земля, вот эта вот, она обладает анизотропией, получается, да. Анизотропия, значит, в разных направлениях разные свойства. Почему? Скорость распространения почему-то разная. Поперек Земли, поперек земной оси и вдоль земной оси. Так вот, оказывается, это показали эксперименты, так сказать, фактически натурные. Получили возможность проэкспериментировать с металлом, тем, который находится внутри Земли. То есть, железо-никелевая смесь при больших давлениях с помощью алмазных наковалин здесь у нас в земных лабораториях, в наземных лабораториях. И казалось, что, скорее всего, при таких давлениях ядро состоит из кристаллов железа и никеля. Причем эти кристаллы ориентированы, оказывается, ориентированы как раз вдоль земной оси. Длина этих кристаллов, внимание, порядка 10 километров. Представляете, вот такие вот кристаллы, каждый сам по себе, по 10 километров. И, естественно, скорость распространения волн вдоль кристалла и поперек разная. Вот и объяснение этой необычной загадки. Спасибо вам большое за внимание. Всех благ. До свидания.